Добрый вечер, дорогие друзья! У G2, так и у Фейсклана имеются все абсолютно шансы на то, чтобы выйти в ландфиналы, которые пройдут в Лондоне. И я напоминаю, что за первое место у нас будет полмиллиона долларов. Это немало, согласитесь, для нынешнего Counter-Strike. Мы также знаем, что будет у нас турнир на миллион. Буквально через несколько дней это у нас будет происходить. Через неделю, если быть точным. И у нас начинается игра. Это пистолетка между Фейсклана и G2 Kinguin. Это первый матч, первая карта сегодняшнего вечера в рамках ESL Pro League. Не одним Counter-Pit'ом единым, но G2 будут у нас начинать за атаку. Фейсклана будут защищаться. Пока у нас укрепление от Фокса и Джейкэма на длине. Один за голубым ящиком, второй на контроль действует. Рейн получает информацию о том, что противники имеются на мидле. Пытаются кого-то заимить. Не получается. Ну и ему ассистит также Майк и Лили, который пропускает своих противников через дик. И сейчас все у нас будет зависеть от Фокса и Рейна. На которых уже под флешку будет выход от Смитса и компании. Очень много террористов здесь. Фокс демонстрирует очень хорошее айм. И еще одного аймит. Также третьего сбривает просто своих соперников. Экзистенс падает. Уже пришедший на помощь Майк и Лили не оставляет шансов скриму. И последний один, одиночник Шокс, который пытался выйти в спину своим оппонентам. Но это у него не получается. Отличная игра от команды Фейсклана в первом раунде. Ну и Рукардо по чеку. Фокс очень круто отыграл. И мы видим счет на своих экранах. Еще раз всем добрый вечер, ребята. У микрофона Энканис. Так что мы с вами будем сегодня на протяжении четырех карт смотреть замечательный Шейк Контур Страйк. Я напоминаю, что на одном из наших параллельных стримов также идет ландфинал Контерпит Лиги. И там для вас должен работать уже Кристал Мэй. И Каспер дебютирует у нас Контур Страйк Гобл Оффенсив. Ну а у нас дебютирует Джейкем хэдшотом на скриме. Но тут же получает ответ три зоны от Шокса. Также палец со своей позиции в яме Джейкем. И он не отпускает Смитс и скрим. Совместное усилие этих ребят приносит еще один фрак. Но Рейн работает с фампушкой у нас на длине. И тут же отвечает Шокс еще раз. И сейчас Джейтукин имеет абсолютно все шансы для того, чтобы забрать первый раунд для себя. РПК также ловит Эйзи на мидле. Седрик все-таки сбривает у нас Филиппа. Ну и один-одинешник Макелелли. И у него в руках UMP45. Сейчас бомба будет установлена на точке В. И не факт, что Макелелли успеет пресечь этот выход. Все-таки в спину у нас заход от Смитса. И трофейная М4А4 у него на руках не молчит. Это 1-1. И французы отвечают пощечиной. Команде Фейсклан. Отличные действия от них на длине. Своевременные размены. Шокс очень круто отстрелял своих соперников с Дигла. Ну и это как раз таки и принесло победу на предыдущем раунде. Мы с вами переносимся на третий. И будем смотреть, чем же будут у нас отвечать Фейсклан. Если говорить о оружии, то отвечают они пистолетами дефолтными. Имеется три ЦЗшки, один Дигл и один 5-7. Хотел бы я сказать, но он уже падает на длине. Джейкем там пытался что-то сделать. Рейн на развен. Ну и не получается. Это абсолютно у него. Только одного с собой забирают вместе с Фоксом. Это был скрим. Эйзи и Майки Лили остаются в ситуации 2 в 4. Бомба уже бежит на всех парах на точку. А шок. Все-таки забирают Эйзи. Но тут же получает через смок от Майки Лили. Но абсолютно это не меняет картины этого раунда. Потому что три игрока команды G2 King'em сейчас понимают информацию. Понимают, вернее, где находится их последний соперник. Это Майки Лили, который мансовал за Иксом на мидле. Не получилось у него займить своего соперника. Это Эйр Пикей, который сейчас находится на Титанике. И он уже перешел в режим охотника за Майки Лили. Который еще один хэдшот делает на смитце. Выходящего на него через окно. Не смей, как говорит Майки Лили. И вряд ли у нас Экзистенс и Эр Пикей будут пушить своего соперника, чтобы не терять девайсы. Я напоминаю, что экономика не совсем крепкая у команды из Франции. Вы все это видите на своих экранах, дорогие друзья. Ну и еще раз призываю всех к тому, чтобы вы давали какую-то обратную связь по поводу картинки, по поводу звука. Что можно пофиксить. Я напоминаю, что это только первый матч на сегодня. Чтобы мы все это дело исправили. И со всеми удобствами в бизнес-классе, можно сказать, смотрели этот матч. Ну и будем мы продолжать наблюдать за картой DDoS 2. Если обратиться к истории, то напоминаю, что DDoS у нас команда играли две последние карты. Если смотреть по статистике HLTV.org, то как раз таки у нас 1-1 по картам на карте. Именно DDoS 2. Смит встречает Майки Лили. Два хеллспоинта у него все равно лишь остается. Но Майки Лили вынуждает все-таки его отойти. Его соперник. Джей Кем. Отличная слева от него. И вот P250 забирает скрима и Экзистенс. Но тут же получает ответ от Шакса. Но имеется численное преимущество. Напоминаю, что у Фокса всего лишь один хеллспоинт. Он находится у нас на точке. И непонятно, куда же все-таки пойдет помба. Джи Ту Кинен. Напоминаю, что Смитс очень много хеллспоинтов потерял в начале этого раунда. РПК и Шокс почти фуловые. Ну, если говорить про Шокса. У них в руках две автоматические винтовки. К-47. Ну и пока ребята из Франции укрепились у нас на мидле. Смитсу очень важно не умирать. Нужно хотя бы на размен выходить. Ну и пока экшен, возможно, будет у нас на мидле. Там за дверями находится Рейн. Хавард Найгер делает этот хэдшот. Но не доспреивает РПК, который среагировал вовремя на своего врага в этой позиции. Три в три. Ну и бомба до сих пор у нас лежит на длине. Ее будет забирать. Ришар. Шокс, который уже мчится навстречу к Майке Лелле, который сидит за испанским ящиком. Так называется эта позиция. Фокс забирает Смитса, но тут же падает от РПК. Майке Лелле и его Дезерт Игл. Но все-таки против Шокса не перестрелял. Эйзи уже палится на мидле. Получает хэдшот. Просто прострелил 22 хэлспоинта от него. Ну и Филипп будет уже просто пушить своего соперника через Иг. Шокс, в принципе, по таймингу понимает, что оттуда выйдет его соперник. Подбирает он трофейный. АК-47 пытается займить. И тут всего лишь один выстрел нужен для того, чтобы забрать этот раз в пользу команды Фейс Клан. Но очень неплохая позиция от Шокса, который просто широким встроем чекает своего оппонента. Ну и не промахивается. 3-1. Житу Кинген выходит все-таки в отрыв в два раунда. Сеня будет сегодня комментировать. Сеня для вас комментировал Контерпит Лигу вместе с Ухо. Ну и сейчас, наверное, будет уже отдыхать. Потому что ребята там действительно провели очень длительный эфир по времени. А у нас выход от РПК и компании подлиннее. Уже ошибка от Джейкема под флешку. РПК второго забирает. И третьего за АИМ-ливый Цедрик. Что ты будешь делать? Это первоклассный АИМ, который он сейчас демонстрирует на ваших экранах. Майкер Лили только сейчас отвечает на скриме. Но это никак не меняет общую картину раунду. РПК и абсолютный MVP этого мини-момента. Ну и сейчас должен четвертый залетать к команде Джиту Кинген, которая вышла подлиннее. Ну и сейчас Майкер Лили палится также на точке Б. Сейчас через окно он пытается выцепить Шокса, который уже близок к тому, чтобы забрать своего оппонента. 22 филспоинта всего лишь у Майкер Лили. Он за сигаретой на точке Б. Ну и Шокс будет все-таки на него выходить через этот смок. Ну, другого выхода нет. Нужно действительно забирать последнего игрока защиты, чтобы не давать абсолютно никаких экономических вливаний своему противнику. Майкер Лили, выход под флешку. Забирает Смитца. Шокс его все-таки пропускает. Да что же ты делаешь, Шокс? Нужно забирать Майкер Лили. И он сейчас все-таки исправляется. Хотя отдал одного из своих тиммейтов. 4-1. И экономика команды Фейс Клан пока не позволяет им закупиться. Всего лишь по 3 тысячи у ребят, 2 также у Рейна. И сейчас мы увидим пистолеты. И с большой долей вероятности G2 Кингин выйдут на пятый раунд. А как же все-таки у нас РПК действовал? Согласитесь, ребята. Все-таки возвращается этот парень. Напоминаю, что если говорить про Counter-Strike Source или начало Global Offensive, то он был лучшим игроком из Франции. Его там просто боялись как грозы. Все устрашающим Седриком его называли. Я им напоминаю, что его именно так зовут. Ну и РПК действительно много кто боялся. Но сейчас он возвращается как минимум в этом матче. Демонстрирует нам очень хороший АИМ. Ровно как и Кскрим в этом раунде. Ну конечно же против пистолетов ему было намного проще. Фейс Клан сейчас закупается. Имеется АВП излюбленная от Фокса. Ну и также этим же девайсом закупается Майк и Лелли. Именно таким сетапом решили у нас действовать Фейс Клан в седьмом по счету раунде. Мы посмотрим, как будут у нас защищаться Фейс Клан. Пока не получается. Напоминаю, что они выиграли пистолетку, но потом получили каток. Просто бульдозер от команды G2. И пять раундов подряд победных для французской пятерки. Под флешку выходить у нас будет Фокс и его тиммейт. Но мы-то видим, что довольно-таки глубокие позиции от команды G2. По этому направлению никто никуда не ломится. Банка пока что не горит у нас. Ну а Шокс пока на выцеле не медла у нас находится. Экзистенс и Смитс на мидле. РПК и Скрим отвечает за поджим длины. И под флешку будет у нас врыв. И как раз таки по этому рубежу защиты абсолютно все впрочит. Джейкем наносит дэмэдж. Скрим у нас тут уже еще одна флешка, которая забирает жизнь у нас. Скрим Джейкема и Фокса за смаком. У нас пытается хоть что-то сделать. Рейн у него это не получается. Только забирает вместе с собой Скрима. Ну и РПК и вновь демонстрирует чудеса своего Аима. Эйзи и Майки Лели. М4А4 и АВП на руках у этих ребят. Ну и четверо из стана команды G2 King готовы выйти. Просто перекидка бомбы у нас вновь через Нуки. И Шокс будет устанавливать ее на длину. Нет никаких абсолютно сомнений. Потому что у Смитса имеется АВП. Он с этим девайсом стоит у нас на длине. Ну и сейчас контроль абсолютно всех позиций от команды G2. Отличная игра. Ну и должен все-таки залетать у нас шестой раунд для Франкофона. Майкель Лели и Эйзи до сих пор тусуются у нас на Сити Респауне. Но все-таки решают отойти на сейв своих девайсов. Абсолютно адекватное решение. Согласитесь, дорогие друзья. Эрпики все-таки падают при поджиме Зига. Он действовал, пытался хоть кого-то забрать из сейвающих своих соперников. Но не получилось. Ну и как минимум с двумя девайсами у нас Фейсклан будут продолжать сражение. Хотя пока у них абсолютно ничего не получается. Нужно как-то решать что-то с длиной. Потому что там действительно большие проблемы. Джейкем и Рейн. Казалось бы, норвежское звено команды Фейсклан не справляется со своими соперниками. У них абсолютно ничего не получается. Там крутые флешки летят. Ну и можно сказать, что ни одного из своих соперников Рейн и Джейкем не заметили. Прежде чем упасть и подвести своих тиммейтов. 6-1. И очень уверенно начало для команды G2K. Напоминаю, что эти ребята у нас находятся в верхней вершине. Вернее, турнирной таблицы. И сейчас они близки к тому, чтобы укрепиться, забрать свои три очка. Но напоминаю, что у нас еще будет встреча этих коллективов на карте D-Cash. Поэтому никуда не расходитесь. Мы весь вечер сегодня с вами. Напоминаю, что с вами Роухаб. У микрофона Александр Эйнканис. И мы наблюдаем за восьмым раундом. И это бай от команды Фейсклан. Все-таки много ребята проиграли. Ну и вынуждены сейчас впускаться во все тяжкие. На следующий Breaking Bad. Ну и абсолютно дефолтная позиция от команды G2. Смитс выцеливает у нас мидл с АВП. Пока к нему навстречу никто не идет. Ну и раскидка Зига. Получает у нас информацию о Рейн, который находится в сети спавне. О том, что может Зиг пройти. И, соответственно, он должен эту инфу давать в TeamSpeak своей команде. Но пока мы видим, что никаких абсолютно передвижений от команды Фейсклан. Рейн до сих пор на Сити. В расправне Эйзи и Майки Лили на B. Ну а Фокс вместе с Джейкемом поджали длину. И это может быть проблема, если никто не будет смотреть Зиг. А туда как раз таки направляется у нас бомба на руках у скрима. Майки Лили открывается под B. У нас Шок здесь с верхней Тески. РПК. Выход через флешку. Абсолютно слепущий Рейн там находится. Но он за смоком. У него очень хорошая позиция пропускает. Он РПК. Но сейчас должен спину забирать. Все-таки спасает он своего тиммейта от летального дэмэджа этого парня. И троица из команды G2 готовятся к выходу через Зиг. И сейчас все у нас будет зависеть от Рейна и компании, которые уже подходят по точку А. Сейчас очень сложно будет G2. А я напоминаю, что они остались втроем. Скрим, Смитс и Экзистенс. Бомба будет установлена. 23 секунды до конца этого ранды. Он продлевается. Ну и Смитс понимает, что кто-то у нас находится на длине под флешку. Там ребята у нас действуют за транс, пока выходит. И тут же напарывается на Аим от G2. И еще один минус от Смитса. Последний у нас остался Эйзи. И это фликшот, который не позволяет Филиппу Айстерпу действовать далее. Это 7-1. И это раунд 3-5. Не волнуйся. Да, я абсолютно не волнуюсь, ребята. У нас уже более 10 тысяч на этой трансляции. Еще раз всем доброго вечера. Это только начало. У нас сегодня 4 карты в рамках европейского дивизиона ESL Pro League. Третий сезон. Это пятая неделя. И Смитс не промахивается. ЦЗшка от Фокса не молчит. И португалец зарабатывает чисто на преимущество. Но проблема в том, что очень сильно проседает сейчас по оружейной мощи. У нас команда Фейско. Напоминаю, что у них пистолеты. Только два армора у Джейкома и Рейна. Который как раз-таки горит у нас на рампе. Забирает все-таки Экзистенс. А также последним патроном залетает у нас наш Акса и G2 близки к тому, чтобы проиграть против пистолетов. Ну как так? Скрим. Сухот от него. Вернее, это был Эрпики и даже. И Майкель Лилля тоже его не отпускает. И это хэдшот. Остается у нас Адиль Берли Том. Ситуация один против пятерых. Семь хеллспоинтов всего лишь у Джейкема. Ну и в принципе это никаких проблем не должно быть у команды Фейско. Надо того, чтобы убедить второе очко для себя. Ну что ж. Скрим до сих пор у нас мансует через ЗИК. Понимает Адиль, что нужно хотя бы на выбивание каких-то девайсов работать. Потому что ни в коем случае нельзя позволять команде Фейско обзаводиться АК-47. Даже АВП у нас, которая лежала на Адлине. Сейчас тоже должно быть у кого-то в руках от команды Фейсклан. Ну и Скрим пока что на ВЦ. Или не напоминаю, что четверо из игроков защиты находятся на точке. А там контроль бомбы. И также уже Фокс зашел в спину. И ни в коем случае он Скрима отсюда не выпустит, если он будет отходить. Скрим все-таки идет на пролом. Забирает Эйзи за бочками. Но тут уже выход от Рейна, который не промахивается. Это 2-7. Напоминаю, что команда G2 проиграла пистолетная ЭК у своих соперников. Действительно, на девайсов очень хорошо получалось действовать. Но не прокатило против пистолетов. Вы все видели на своих экранах. Очень круто он стрелил Рейн с СЗшки. На рампе он сделал 2 минуса. Просто последним патроном забрал красного Шакса за Плентон. И возможно это был как раз таки центральный фраг предыдущего раунда. Для того, чтобы победить Фейс-клан. Эйзи и Майкель Лиле до сих пор у нас отвечают за Б. Ну в принципе это так и всегда было. На карте Дэдас 2 в стане команды Фейс. Ну и Скрим пока что создавал эффект присутствия на мидле. Откидка Мотова от него на Ситисплан. Также флешка полетела под Б. Ну и пока никуда не устремляется у нас атака команды из Франции. Напоминаю, что никак у нас не меняют позиции. Фокс до сих пор на картинке. И Экзистенс будет вырваться с мидла. Скрим под флешку абсолютно слепущий у нас игрок за флату. Но это не мешает Эйзи делать хэтрик. Ну и Ситис только сейчас отвечает. Майкель Лиле не дает ему выйти. Смис даже не успевает выстрелить. Не понимал он где находится его соперник. Ну и Экзистенса с верхней тэшки не ожидал. Уже Майкель Лиле прострел на Экзистенса. На минус большую часть его хеллс-поинтов. За сигарету установки бомбы. Все-таки успевает он отойти за Икс. Может быть даже будет иметь хорошую позицию на верхней тэшке. Обзавелся он уже АВП. Но здесь троица из команды Фейсклан. Ни в коем случае не даст ему выйти и попытаться защитить этот установленный пент. В принципе Кевин Дролландс, капитан команды G2, это все понимает. И уходит на Титаник на сейф снайперского оружия. Которое у нас перейдет с Митсу в следующем раунде. Ну что ж, очень интересный матч мы с вами наблюдаем. Уже два раунда подряд Фейс тащат. И напоминаю, что проигрывали они со счетом 1-7 для тех, кто только что подключился. Ну и мы с вами будем смотреть, как вновь Шокс и Смитс будут выходить на длину. Но вновь одна флешка нивелирует абсолютно троих игроков защиты. Еще одна полетела. Смитс выцелит Фокса. И абсолютно слепущий Рейн пытался забрать три шара Папеллиона. Но у него ничего не получается. Джейкем только один хэдшот ставит. И как же все-таки проваливается? Наздрина. Все-таки вновь три игрока, которые действовали под флешку. Можно действовать также под Смаки на старт. Но они почему-то этого не делают. Вновь остаются Эйзи и Майкелелли. В ситуации два против большинства. И здесь все карты, все козыри на руках и в карманах. И вообще везде у команды Джиту. Для того, чтобы забрать первую... Вернее, половину. Первую половину этой встречи выиграть. Со счетом уже 8-3. Посмотрим, как у нас в фейсклане будут пытаться обороняться. Укрепление от Майкелелли и Эйзи на точке. А пытаются, ребята, угадать с вектором направленности у нас бомбы. Которая до сих пор лежит на банке. Ее не подбирает. Сейчас этим у нас занимается Смитс. И пока команда Джиту выцеливает. РПК дает информацию о том, что кто-то у нас имеется на мидле. А мы-то знаем, что это Эйзи, который отходил на точку Б. И сейчас очень сильно разделили свои усилия два оставшихся игрокам защиты. Экзистенс под флешка будет выходить у нас на точку. А смоки очень хорошо легли у нас на сити-спан. Уже пальцевой позиции Майкелелли. Но его переселивает капитан команды Джиту. И РПК не дает произвести ротацию Эйзи. 8-3. В принципе, как мы с вами и планировали. Очень круто отыгрывает команда из Франции. У нас уже более 10 тысяч на этой трансляции. Всех еще раз приветствую, дорогие друзья. С вами Роухаб, с вами Энканис. И мы смотрим ESL Pro League. Пятая игровая неделя, третий сезон. И как раз-таки вновь у нас горит длина. Понимают у нас Джиту. Нужно давить на мозоли команде Фейсклана. Именно там у нас большие проблемы у защиты. Уже 3 или 4 раунда там ребята проиграли. Ну и Джиту как раз-таки то и сделает, что пытается выйти по данному рубежу защиты. Ну а Рейн и компания пока что укрепились на фланте. Понимают они, что не получается у них агрессивно отбивать длину. Ну потому стоит все-таки как-то более глубоко защищаться. Рейн находится у нас на дверях. Пока что Джейки контролировал выход с Зига. Откидка смока также было от игроков защиты. И пока что абсолютно никаких действий от команды Джиту. Понимают они, что этот раунд очень важен. Если они его берут, то экономика команды защиты просто падает в просаг. И у них все будет на руках для того, чтобы выйти даже на 10 раунд. Ну что ж. Рпк. Видит ли Экзистенс? Открывается у нас на длине. Тем временем Фокс забирает скрима. За Фэнтом действия Фокса его видит. Дула нужно все-таки спрятать. Уже пытается Снука помочь своему тиммейту. Один из игроков защиты. Получается это у Джейкима. За Фэнтом все-таки Фокса абсолютно слепущего. Слепущего должны забирать. Экзистенс только второй пик и смог его добрать. Эйзи подсаживается, но тут же попадает под шквальный огонь АК-47. Экзистенс. Шесть хелппоинтов у Кевина Дроннса. Пытался ему помочь в Шокс, но не дал ему это сделать Джейки. Абсолютно слепущий у нас свист находится на длине. Также упал Экзистенс. И три игрока команды Фэйскланд здесь просто задергивает и разрывает снайпера команды G2 Кингвинг. У нас 8-4 и двойное преимущество по раундам от пятерки, которая играет в атаке. Чей пик? Я напоминаю еще раз, что в рамках этой лиги ребята не пикают карты. Они только вычеркивают, но потом система ESL рандомно выбирает арены, какие и будут у нас в сражении двухматчевым. Еще раз напоминаю, что это первая карта, первый матч, и они всегда идут отдельно. Скрим у нас на нижней этажке. Готов к встрече с Джейкием и Фоксом, которые поджимали зиг. И все-таки с P250 он забирает Фокса. Рикардо по чеку у нас ошибается, но его ошибка исправляется Рейном, который вписывается за своего павшего тиммейта. Эйзи на миде. Да зачем так делать? Там же АВП, которая уже палилась. Смитс не промахивается. 4 в 3. И очень сильно просевший Майкериле. Всего лишь 20% здоровья у него имеется. АВП в руках. Ну и команда G2 все-таки близка к тому, чтобы забрать 9 очко в этом раунде. Ну что ж, Рейн до сих пор в своей же излюбленной позиции. Мы уже не раз включались на нем, когда он совершает контроль дверей. Джейкием на зиге. Также на точке B Майкериле и G2. Пока тусуются у нас в большинстве своем на миде. Напоминаю, что там находились Шокс и Компания. Попытался у нас Ришар выйти через мидл. Рейн его запер. Ну и РПК в нижней тэшке пока что на выцеление агрессии своих соперников через двери. Нужно все-таки действовать побыстрее команде G2. Потому что сейчас очень хорошая позиция для фейсклан при защите точки. А напоминаю, что Джейкием до сих пор на зиге. Рейн ему будет ассистить сити спауна и будет выцелен проход через длину. А как раз таки на этот рубеж у нас направляется Смитс и Экзистенс. Экзистенс смог очень хороший, который зонирует своих соперников. И Смитс уже будет проходить у Экзистенса на руках бомба. И сейчас главное не попасть под прострел Рейну. Ну и Рейн уже пытается выцепить. Получается это у него Смитс промахивается. Это было летально для него. Эрфики открываются на майке Лиле. Это у нас было на миле. Также выходит спину Рейну, который хоть и реагирует, но не выцеливает своего соперника. Ситуация 2 в 1. И уже просто на всех порах учиться с Джейкем на Экзистенс. А выход под флешку своего тиммейта от капитана. И он все-таки находит голову своего соперника. Это 9-4. Эйзи. Снимает длину. А у нас как раз-таки туда и готовится выход от команды Джейкем. Это уже традиционный, можно даже так сказать, Байсклан. Четвером пытается защитить. Получается у Джейкема. Но тут уже Скрим и его отличный Аим, который двоих соперников забирает. Но Рейн уже его не отпускает. Был уже очень красный Азиль. Ситуация 2 в 3. Майки Лиле и Рейн против Смитса, Эрфики и Шокса. И Шам. Мальца у нас уже при выходе на мидл. И будет заходить в спину к Майки Лиле, который выаимливал двоих соперников по направлению выхода через верхнюю тэшку. Это не получается. Ну и как раз-таки Шокс не промахивается. Отличное действие от этого парня. Ну и верхний тэшок также находит Рейна. У нас Эрфики 10-4. И продолжается у нас гегемония команды Джитуки. Напоминаю, что у нас была серия из двух взятых раундов от Фейсклан. Но потом она была пресечена. Команды разменялись пощетчинами. И сейчас уже 2 раунда победных от команды из Франции. Рикардо это Фокс. Так точно, ребята. Рикардо это Фокс. А Ришар или Ричард, кому как удобнее называть, это Шокс. И мы с вами продолжаем смотреть за потугами команды Фейсклан. Это последний раунд первой половины. И они вынуждены играть с пистолетами. Имеется 2-ой арморы. Кое-какая раскидка у Джейкэма. Смог также на руках у Эйзи. Флэшка Рейна и Хаешка от Фокса. И попытались у нас агрессивно действовать Фейзы на мидле. Но там очень хорошая позиция от команды Джиту. Для того, чтобы пересечь эту агрессию. Они ее ждали. И она пока что не оправдывается абсолютно для команды защиты. РПК ловит Эйзи. То же самое делает Экзистент на Джейкэме. Ну и падает у нас 2 очень хороших Аймера в стане команды Фейсклан. Скрим не дает Рейну. Также действует на мидле. Фокс поджимает парапет. Ну и выходит, казалось бы, все-таки, да, Слип его выцеливает. Но промахивается. Азиль Берлитон, прославленный Аймер. Фокс все-таки подбирает его АК, но не смог забрать РПК. А последний Майкер, или он у нас на мидле, с Тезер Пиглом. И ничего тоже не смог сделать с РПК. Это 11-4. И пока что провал для команды Фейсклан. Возможно, за атаку у них все получится. Посмотрим. Ну что ж, посмотрим пока статистику. Пока у нас есть такая уникальнейшая возможность. Скрим. У нас все обновилось, к сожалению. Хотел я просто прочитать, кто же был в лидерах таблицы. Кто был самым полезным. Возможно, статистика к нам вернется, когда возобновится этот матч. Ну что ж, хочется сказать, что большой провал у нас был от команды Фейсклан по направлению длины. Действительно, ребята там недоработали. Ну и возможно, как раз таки получили сейчас информацию посредством этого матча, что нужно на тренировках оттачивать этот аспект защиты. Потому что именно из-за него они и проиграли. Очень много раундов, очень много экономики было утрачено. Ну и, соответственно, счет вы видите на своих экранах. 14 на 7 от РПК. Скрим 13-13. 11 на 9 от Шокса. 10 на 8 от Смитса. Ну и пока последний у нас Экзистенс. Но это не проблема. Капитан команды. Можно сказать, аналитический и тактический центр команды G2. И пока у нас вторая пистолетка. И Экзистенс открывается на Джейкеме, который показал свою голову на выходе из верхней Т-шки. Там же находился и Эйзи, но он не пошел на размены. Это большие проблемы. Уже имеется опен фраг G2. Если выходят на 12-й, то потом Фейзам будет очень тяжело тащить. Все-таки карта Д-ДАС-2, она, ну, скажем так, не совсем удобна для того, чтобы тащить с пистолетами и арморами. Уж слишком долгие расстояния. РПК на старте находится на выцелении банки. Там уже активные действия от Эйзи и Фокса и Макелеля на мидле. И, возможно, они будут выходить через Зиг. А Рейн будет замыкающим через длину. От Смитса здесь может все зависеть. Пока что палит свою позицию Фокс также выстрелом на старте. Летит у нас Молотов на плен, но он не достает Смитса. Ну и Эдуард выцеливает голову своего соперника. Также Шокс уже заходил в спину. Вернее, хотелось бы не сказать в спину, но он, наконец-таки, подошел на длину и забирает двоих своих соперников. И Рейн отвечает. Мы-то знаем, что Хавард Найгард очень круто стреляет с пистолетом. Но дело в том, что у него все лишь 11 хелс-поинтов и одно попадание, которое летит с USP-45. USP-ES, вернее, скрима, которое не позволяет ему все-таки жить в этом уже предыдущем ушедшем в убыль раунде. 12-4 и G2 все-таки намерены с большим отрывом побеждать на этой карте. Еще раз напоминаю, что нас еще ждет Дэкэш. Ну и, в принципе, это будет не конец сегодняшнего игрового вечера, потому что второй парой соревнующихся будет СК против Маус Спортс. И там будут карты Дэмираж и Кобблстоун. Ну и попытка возврата от команды Фейс Клан. Пистолеты и Армора имеются у этих ребят. Также раскидка от Рейна, одна флешка и Смог. 4 Тек-9 и Дезерт Игл от Майки Лили, который уже получает на меру минус 44 дэмэджа. Ну и Экзистенс пока что в своей же позиции на плато с MP9. Готов Смитс принимать своих соперников. Ну и как раз-таки на него выход от Гэнзи. Очень много он дэмэджа получает, но тут же вписывается в свою тиммэта Майки Лили, который не промахивается. Наконец-то этот Дезерт Игл себя окупает хоть немного. Майки Лили также делает минус на шокса за лестницей. Находился у нас Ричард и будет массованный выход по Зигу. РПК. Нужно вступаться, нужно ВАИ имливать, но у него не получается забрать своего соперника. Экзистенс ему хотел помочь, но не получилось. Рейн его голову сбривает и остается у нас ситуация 1 против 2. А Дильбер летом он находится на Зиге. И будет выходить на Майки Лили, который очень крутой АИМ демонстрирует в этом раунде с Дезерт Игла. Это 12-5 и Фейс Клан все-таки тащит пистолетный бай. ESP-45. Да, придумываем новое название для пистолетов. Ну, ребята, мы только включаемся сегодня. Это первая игра для меня, потому будьте более снисладительными. Все-таки я для вас стараюсь для того, чтобы на все 100% откомментировать эту замечательную игру. Не замечает сейчас смитца за машиной. Все-таки Майки Лили, возможно, ему подсказали, что имеется враг сейчас на этой позиции. И выоимливает своего соперника. 4-5 начинается этот раунд. Напоминаю, что у Шокса очень интересный девайс. Все-таки позволил он себе первый армор. И МП-9 будет выходить на своих соперников. И уже по его местонахождению имеется вся информация. Ужейки, в моей компании, который врывается под флешку. И все-таки его забирает. Тут же ответ от Майки Лили и Эйзи. Шокс и РПК сбрывают Майки Лили и Эйзи. В этой ситуации один на один у нас Рикардо Пачеку, который не промахивается. Просто ваншот, ванкил против РПК. А12-6. Ну и пока имеется двойное преимущество по раундам. У нас от команды G2 будет эко-раунд. И Фейсклан имеет все шансы на то, чтобы выйти на седьмое очко. Фокс уже имеет АВП Драгон Лор в этом раунде. Также Узи от Рейна. Попытался он его реализовать по банке. Но не получилось. Перестелки со смитцом и ВП-250. Но это не проблема. Понимают у нас фейзы, что это пистолетная эко. И нужно все-таки просто укрепиться на своих позициях. Выцеливать как раз-таки раши от своих соперников. Ну и это принесет свои плоды в итоге. Рейн проседает немного. Также отдал он дэмэджа на РПК на 12 хеллспойта. Напоминаю, что у Седрика, у единственного, есть нижний армор в этом раунде. Также 3 П250, Тех 1, Дезерт Игл и Экзистенс решил все-таки с дефолтным пистолетом отыграть. Ну, это понятно. Ну и пока без активных действий. Минута до конца этого раунда. Фокс до сих пор у нас на выцелении мидла находится, но уже ближе к Зигу. Работает Рикарду. Ну и пока укрепление от игроков защиты по направлению точки А. Все будет зависеть от Шокса и его Аима. У него на руках очень опасный пистолет. Мы-то видели очень много хайлайтов, полученных с помощью Дезерт Игла. Те же самые от Нико. Эйзи. Ну и сейчас Шокс все-таки находится у нас в не такой агрессивной позиции. Пытается действовать под флешку. Эйзи забирает Экзистница. Шокс отвечает. РПК делает то же самое вместе. Они выцеливают врагов, но не получается забрать Майки Лели. И его хэдшот, казалось бы. Но все-таки Шокс его забирает и не уходит из-под шквального огня П-250 Шокса. Это 12-7. Ну, скажем так, неплохо. Вот G2K, да. Несколько девайсов получилось выбить, но этого не хватило для того, чтобы подать заявку на то, чтобы забрать 13-й раунд. Возможно, в этом у нас более успешными будут французы. Напоминаю, что АВП имеется уже наконец-то у Смитса. Он пока выцеливает Мидл. Вернее, на дыну он будет действовать под флешку своего тиммейта. А Мидл как раз-таки выцеливает у нас с другой стороны Ринга Фокса. Рейн. Его выход на РПК, который не перестреливает Хауарда Найгарда, зарабатывается численное преимущество вновь для команды Фейс Клан. Но очень сильно проседает Рейн. У него всего лишь 10% здоровья. Ну и вновь у нас замораживает свои атакующие способности команда Фейс Клан. Да, действительно, нельзя никуда спешить ребятам. Они до сих пор находятся под точкой Б. Я именно говорю, у Мэки Лели, который в нижней тэшке был. Эйзи и Фокс под Титаника тоже подходят. Ну и все будет, возможно, зависеть от Скрима, который занимает позицию на машине. И у него могут быть большие проблемы. Гуськом все-таки у нас выходят игроки команды Фейс Клан. Напоминаю, что Джей Кэм и Эйзи будут действовать через мидл. Скрим уже должен просто кричать своим тибетом, что это возможно выход на точку Б. Два молотова уже прилетела и минимум двое будут выходить с верхней тэшки. Скрим и его АИМ его подводят. Потому что Майки Лели на десанте его забирает. Это 5-3 и провал от команды G2. Шокс только сейчас отвечает на Джей Кэм. Но Рейн, заходящий через дик, забирает с мидца. Ну и максимум, что могут сделать Шокс и Экзистенс, это попытаться засейвить свои пушки. Но опять же таки не факт, что Фейс Клан не будут на них охотиться в этом раунде. Хотя, с другой стороны, возможно, как раз таки и не будут этого делать игроки Атаки. Потому что вы все видите на своих экранах. Экономика все-таки у них еще не настолько закреплена для того, чтобы рисковать своими девайсами. Шокс до сих пор на АИМе выцеливает Рейна. Он был очень красный. Ну и Майки Лели и компания до сих пор под Б. Да, они будут сейвить свои три винтовки. А я говорю о двух АК-47 и АВП на руках у Рикардо Пачеку. Но пока что Фейс Клан очень неплохую атаку нам демонстрирует. Старается действительно Майки Лели 19 на 13 от этого парня, Фокс, получает смог на миддл. И все-таки два игрока через эту дымовую завесу проходят. Хотя Фокс замечает у нас голову своего соперника, прокрыгивающего. Ну и не получается пока у нас оформить опен фраги ни одной, ни второй пятерки. Очень красиво нас пушит Шмидс. Но он не ожидал уже Майки Лели, который занимает очень хорошую позицию за ящиком на выходе из верхней тэшки. И сейчас основная огневая мощь в стане команды G2 Кингвин в этом раунде проваливается. И вновь численное преимущество. Я не устану это повторять. Нужно все-таки как-то менять свою защиту G2. Они сейчас близки к тому, чтобы подарить раунды своим соперникам. А мы-то знаем, что Фейс Клан это очень сильная пятерка, которая очень хорошо стреляет. И даже может демонстрировать камбэки на карте ДАС-2. Укрепление от атаки на мидле имеется. Они там в полном составе и будут выходить на отделе Берли Тома. И его Десерт Игл, который находится на рампе, получает молотых под себя. Он его не держит, не мажет. Пытается выцепить кого-то голову. Получается этого у него ровно как и у Шокса. Шокс привает также и Фокса. Шокс и еще один минус. И все-таки провал от меня, потому что я смотрел за скримом. А он кроме одного минуса больше ник по кому не попал. Последний остается Джейкем. Хотелось бы мне сказать, но тут же как раз таки по нему залетает от Адиля. 13-8, G2 забирает раунд. Напоминаю, что это было 4-5. Три пистолета, одна автоматическая винтовка. Но на руках у Ришара Папеллона или Ричарда. Кому как удобнее, ребята. Любой девайс в руках этого парня может быть смертоносным. Но в прошлом раунде мы с вами это убедились. Три Текнайна и два. Вернее даже три. Два АК-47 у нас от Фокса и Эйзи. Казалось бы мне, что кто-то еще от них подвергнет автоматическую винтовку. Но нет, пока что у нас экшен весь происходил на верхней Т-шке. Размен один в один. Рейн забирает Экзистенса. Но тут же не отпускает его скрим. И четыре в четыре начинает действовать у нас эти команды. Я напоминаю, что очень важный раунд для команды Фейс Клан. Если они его проигрывают, они падают по экономике. Ну а G2 вполне могут выйти даже на пятнадцатый. Майки Лели готов уже совершать десант. Шокс абсолютно все передвижения своих соперников слышит. Уже раскидка по данному рубежу защиты. Шокс на него все-таки сбрыгнет Майки Лели. Он не понимает пока что ничего абсолютно. Майки Лели забирает Эрпики. Эйзи тоже сбрывает голову Шоксу. Майки Лели работает на смитсе. И почему Шокс все-таки не отходил с этой позиции? Уже и так понятно, что будет десант на него. Ну и герой прошлого раунда здесь ошибается. Это девятый для Фейс Клан. Бомба уже установлена. И Скрим остается у нас на Титанике. Пока что на пляжу тусуется. И будет пытаться сохранить свой АК-47. В принципе ничего нового у нас не придумывали. Фейс Клан Шокс все слышал. Он мог давать информацию своей команде о том, что это будет или выход просто через зиг, или будет десант. Но опять же таки по смаху, который упал на Кантеровский респаун. Было понятно, что будут спрыгивать у нас команда Фейс Клан. Но, к сожалению, не разобрались ребята в защите. И сейчас они вынуждены играть с одним АК-47. Имеется по 5500 у Шокса и Смитса. По 2000 у Эрпикея. 2250 от Экзистенса. И они будут играть с пистолетами. Абсолютно адекватнейшее решение. Решение от французов. Но у Фейс Клана имеются все карты на руках, чтобы выйти на 10-й раунд. Получает флешку у нас Скрим. И он имеет очень хороший тайминг для того, чтобы отойти. Даже если бы кто-то под эту флешку вырывался, то возможно бы Скрим смог даже упрыгнуть. Ну и Джейкем находится на Иксе. Выход от Скрима. Одного выцеливает. Отличное действие. И АИМ от этого парня. Эйзи падает. Джейкем находит Шокса, который поджимал мидл. Не стоило все-таки этого делать. Вновь Шокс ошибается. В причисленном преимуществе все-таки нужно занимать более глубокие позиции. Джейкем пытается выцепить через дымовую завесу хоть кого-то. А у нас там имеется укрепление от РПК и Смитса. Я напоминаю, что Скрим уже их покинул. И он уже на ротации через Ситискон пытается кого-то выцепить через дымовую завесу. А мы через стройный Волхак. Видим, что никто не выходит через мидл. Экзистенс забирает у нас под точкой Б Маки Лилина. Тут же падает от отличного хэдшота, выпущенного с АК 47-го Рейна. Джейкем на ротации забирает Смитса. Эрфики тоже сильно проседает уже до нуля. Джейкем еще один минус. И пока норвежское звено команды. Фейсклан действует безошибочно. Опен фрагер встанет Житу. А я напоминаю, что это был Скрим. Остается ситуация 1 в 3. Мы уже где-то такое видели, а именно в прошлом раунде. И он вновь будет пытаться перенести свой АК 47-й в следующий, уже девятый по счету раунд второй половины. Напоминаю, что Житу выигрывали со счетом 11-4. Действительно, очень хорошая для них была первая половина. Но сейчас они немного просаживаются. Стоит отметить, что Фейзы угадывают, очень круто стреляют. И пока никаких шансов своим соперникам не оставляют. Ну что ж. Имеется очень хорошая экономика от Фейзов. Да, будет АВП от Фокса. М4А4 засейвленная от Джей КМа. Также 3 АК 47-ых от Рейна, Майки Лили и Эйзи. Ну и пока раунд все или ничтего. Вновь две команды Житу. Ребята очень сильно могут просесть по экономике. Напоминаю, что только 5000 у Скрима. Он два раунда подряд сейвил. Фамос на руках у Эрпики. АК у Скрима. М4А4 от Экзистенса. С Сайленсером Шокс и АВП у Смитса. И пока у нас, возможно, будет экшен на длине. В яме, по-моему, откидка. Флешки от Эрпики. Абсолютно снипущий. На него выходит Эйзи. Одного забирает Эрпики. Еще одна флешка. Нужно еще щелкать как орешки своих соперников. За голубым прячется у нас один из игроков атаки. И Майки Лили сейвит его. Отличное действие от Фокса, который забрал Смитса. Три в три ситуации. Фокс просел. 48% здоровья от него. Ну и Шокс принимает решение все-таки отойти вглубь защиты точки А. У него имеется поддержка от Скрима, который Насить исполня. Также Экзистенс, который перешел на Б. Бомба. У нас не показывалось на радарах у защиты. Потому вот такие вот действия от капитана команды G2. Ну и пока Шокс. Близо к тому, чтобы выйти навстречу к Рейну, который через нижнюю этажку будет действовать. Бомба до сих пор на руках у Джейкема. Который на мидле, возможно, готовился выпускать своего тиммейта по данному направлению. Экзистенс все-таки поджимает у нас нижнюю этажку. Забирает Рейна, который не готов был к этой встрече абсолютно. Фокс и Джейкем в ситуации 2 в 3. Один из них будет действовать подлиннее. Напоминаю, что Рикардо по чейку промахивается. Он даже не успел среагировать на действия от Шокса. Который выходит широким стрейфом и забирает противника. Но тут уже против Джейкема такое не прокатит. Экзистенс и Скрим. 2 в 1. Ну и у них сейчас имеется контроль. Джейкем просто на мужика выходит и забирает Экзистенса. Ну и у него имеется хороший тайминг для того, чтобы поставить бомбу. 2 минуса уже от этого парня. Ситуация 1 в 1 против Скрима, который выходит Зига. Уже пальцевую позицию Джейкем пытается одним выстрелом забрать своего оппонента. Откидка от него ХАЕшки. И тут уже очень хороший АИМ. Скрим даже не среагировал. Это очередной раунд для команды Фейс Клан. Уже третий подряд. Житу, куда же пропал ваш запал? Вынужден спи-салетами у нас действовать G2. Напоминаю, что похожий раунд они уже тащили на точке А с декламой и Пе 250-ми. Но опять же здесь, возможно, уже такое не пройдет. Джейкем об этом нам сообщает. Забирает он спи-салет и шутся. У нас весь экшен на Зиге. Размен. Трифт 1 только. Джейкем у нас забрали. Но это абсолютно не проблема. Также палит свою позицию Экзистенс на мидле. Напоминаю, что скрим находится на длине. И большие проблемы продолжаются для G2. Они сейчас этот раунд проигрывают. Дальше, конечно же, будет от них бай. Но если проигрывать следующий, то все карты будут уже на руках у Фейс Клан. Они могут переворачивать картину этой встречи на карте Дэдас 2. Еще раз напоминаю, что у нас еще будет Дэкэш в исполнении этих коллективов. И также сегодня будут играть СК против Мау Спорт. С вами Руха по микрофону Энканис. И это выход через Зиг от команды Фейс. Отличный хэш. Шоттолк Экзистенса. Кевин Роландс и Скрим забирают Фокса и Эйзи. Бомба падает. Падает 50 секунд до конца раунда. И как же они переворачивают. Но Рейн уже заходил в спину через Сити. Спалн забирает Экзистенса в голову. Ну и Экзистенс. Подводит Скрима, который сейчас обзавелся АК-47. Будет выход по направлению Зиг от Рейна. Пытается он саймить своего соперника. Через смок будет действовать у нас Скрим. Под фэшку пытается выйти. Но Майки Лили очень хороший тайминг ловит. Он уже выходящий из длины. Ну и Скрим тут уже не угадывает. 12-13. Команда Фейс Клан забирает четвертый раунд подряд. Фейс Клан. Монолит в атаке нам демонстрирует. Очень солидная игра за террористов. АВП от Смитца должно работать. Пока что стоит заметить мое скромное мнение, что очень много раундов проигрывается, потому что оптика от команды G2 не работает. Нужно действительно Смитцу помогать. Эрпики до сих пор у нас находятся на яме. Вместе с Смитцом Шокс на выцелении. Респауна. Отвечает он за выход с Мидла. Пытается кого-то выцепить по флешку Скрима, который находится за Зайчиком. Ну и пока дефолтный раунд от Фейс Клана. Розыгрыш очень медленный, вязкий. Рейн находится у нас на банке. И сейчас четверо из террористической стороны будут у нас выходить на точку А через Зика. Туда уже перетяжка от Смитца. Шокс тоже помогает. У него очень агрессивная позиция. И если он тут одного и забирает, то второй может просто поставить ему хэдшот. Шокс. Должен вписываться. Смитц все-таки забирает Зайкема. Выход от Фрейна. Все-таки пресекается. Эрпики. Под флешку своего тиммейта пытаются у нас выйти. Майк и Лили. Это у него получается из Шокса. Позиция не оправдана абсолютно. Майк и Лили. Катой Аим он демонстрирует. Эрпики не смог с ним справиться. Три в три. Переворачивается у нас картина этого раунда. Бомба будет установлена на Зиг. И туда же как раз таки и будут отходить у нас игроки атаки. Но с другой стороны ринга у нас имеется Скрим. Который уже заходит и собирает Эйзи. Абсолютно слепущий белый Майк и Лили. Забирает его также Скрим. Отличное действие от Адиля. Выход также на Шоксана. Тут уже Рикардо Пачеку его перестреливает. Португалец оказывается сильнее бельгийца. Смитц будет заходить с нуком. Ловит хэдшот. Да как же так? Смитц не нужно действовать. Оставляет он Экзистенса в ситуации. Один против одного. Ловит у нас хэдшот с Фокс. И Экзистенс будет его давить у него. Это получается. И имеется тайминг для того, чтобы раздефузить эту бомбу. 14-12. Команда Фейс Клан все-таки не тащит этот раунд. Хотя все имелось для того, чтобы это произошло. 12-й раунд второй половины. Имеется бай от обеих команд. Но опять же хочу заметить, что если одна из них проигрывает... Когда вернее одна из них проигрывает этот раунд, то будут проблемы по экономике. Ну и сейчас... Ну нельзя сказать, что это раунд-тире. И равно матч. Но это очень важное очко. Как для одной, так и для второй пятерки. Джей Кем пока что находился на выцеле нижней тэшке. У нас там у Шакса очень агрессивная позиция. Напоминаю, что он находится на дверях. В этой же позиции, в какой мы видели Джей Кема на первой половине карты в станнике моды Фейс Клан. Эйзи под флешку. Возможно будет врываться у нас на Зик. Туда также критировался его тиммейт. Скрим пытается кого-то выцепить через дымовую завесу. И тут же получает ответ от своего соперника с АК 47-го. Ну и Смитц. У нас будет действовать очень агрессивная позиция на бортике. От него не промахивается по Джей Кема. Отличный АИМС. М4-А4 имеется численное преимущество. 55 секунд до конца этого раунда. Нужно решать что-то Фейс Клана. Сейчас близки к тому, чтобы дать своим соперникам выйти на матчпоинт. Ну и пока замораживается эта атака. Нужно решать куда же все-таки пойдет бомба. А она готова выйти на точку Б. Я напоминаю, что она на руках. Рейна, который подходит к своим тиммейтам на верхнюю тэшку. Будут они выходить на позиции от Скрима и Экзистенса. Скрим за плентом. Сейчас может вырваться прямо на АВП своего соперника. Но она промахивается. На шашлык он их садит. 28 хеллс-поинтов для Фокса и Рейна. Который падает. Экзистенса все-таки разменивается. И только один минус от него. Боже, какой же жесткий АИМ. Как же больно сейчас было смотреть за командой G2. РПК разменивается на АЗ. Ситуация перерастает 2 в 2. 86 хеллс-поинтов на двоих у Майкерелли и Фокса. Оба игрока защиты сотые. Но проблема в том, что нет у них ни раскидки, ни диффузов. И нужно спешить со своих позиций на выцеление врагов. Я понимаю, что Фокс находится на танцполе. Ему будет ассистить его тиммейт. Фокс не промахивается. По выходящему РПК его. Так что остается он в ситуации 1 против двоих. Но его запас здоровья его не спасает. Шокс его забирает. Ну и Ричард приносит своей команде 15 раунд. Это матч-поинт. Ну и в незавидном положении сейчас фейс-клан. Напоминаю, что по деньгам все плохо. Закупились они двумя АК-47, двумя так-найными. Также на руках у Фокса имеется скаут. Первый армор также. Четыре верхних у Рейна, Майкелелия, Джейкема и Эйзи. И нужно жизненно важно тащить этот раунд, чтобы мы с вами, возможно, получили хоть призначную возможность, что это будут допы. Джейкем выходит на абсолютно слепущего Шокса, который поджимал Зик. У него это не получилось. Вы видели все на своих экранах. 5-4 начинается этот раунд для команды Житу. Ну и Фокс совсем агрессивно решил все-таки пикать Смитса. И это решение было летально для Рикарду. И он подводит свою пятерку, которая остается в 4-4. Смитс до сих пор у нас на мидле. Может кого-то выцепить через Зик. Опять же за смоком пока что действует команда Фейс-клан. И, возможно, они будут выходить на двойную позицию от РПК и Скрима на Зиге. И сейчас там могут похоронить своих оппонентов. Команда Джиту у Скрима. Это получается тут же он падает. И РПК тоже прочитали за лестницей. Команда Фейс-клан все-таки хочет тащить этот раунд. Выход на точку А. Бомба будет установлена. И Экзистенс со Смитсом будут у нас заходить с длины Тире Зига. Капитан команды Кевин Дроландс пока что получил дымовую завесу, которая не дает ему выйти по направлению ступенек. Его там выцеливают как минимум 2 игрока. Атаки, которые просто по стэшку на него врываются. Это, возможно, могла бы быть ошибка. Но нет, Экзистенс не разобрался со своей стрельбой. Рейн его добирает. И Смитс будет пытаться затащить. Бомба стоит не на него. Напоминаю, что у него нет дефузов. И, возможно, все-таки стоило бы засейвить свое АВП. Нет, он все-таки на гуси пытается выцепить своих оппонентов. Все-таки одного выцеливает. Майкерили на него уходил вместе с Рейном. Ну и Хавард Найгер получает информацию о том, что не дефузит его соперник. Поэтому никаких проблем не будет для того, чтобы увидеть 13-е очко. Очень красивый матч сегодня. Мы с вами смотрим. Ну, во всяком случае, это даст между G2 и фейсклан. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, что с вами Рухап. У микрофона Эйн Канис. И мы с вами смотрим 14-й раунд второй половины. Возможно, последний. Или еще один раунд для фейзов. И там уже будут большие проблемы у G2. И, возможно, даже мы с вами станем свидетелями допов в первом же матче сегодняшнего вечера. Смитц! Отличное ощущение ситуации от него на миде. Забирает Фокса, который не успел среагировать. Ну и выцеливает также выход из спальни. Этот парень. Джейки на нижней тэшке. Скрим и Экзистенс отвечают у нас за выход по точку B. Экзистенс все-таки переходит у нас на позицию Смитца, который абсолютно слепущий забирает Джейки. Тема на миде. Провал от команды фейз клан. Нужно все-таки действовать намного быстрее. Эйзи. Раскидку. Нас демонстрируют точки Сити Респауна. Пытаются у нас угадать команда G2. В принципе, у них сейчас имеется все для того, чтобы выйти на победу на этой карте. Рейн, Майкелили и Эйзи. От них все зависит. Два АК и одно АВП. Они будут выходить на точку B. И сейчас очень хорошая позиция от скрима. У него МАК седьмой. И сейчас он может просто хоронить свои соперника, который уже топает. Дает информацию об этом Адиль. И под флешку пытается. Все-таки у нас в виде команда фейз. Скрим. Одного с собой забирает. Но тут же не отвечает Экзистент. Вот флешка. Такой же врыв от Шакса. Но не выоимливает он своих соперников. Проседает очень сильно Майкелили. У него 43 холстов. Это десант от Шакса. Вместе с ним выходил Эйр Пикей. Это не проблема. Майкелили только одного с собой забирает. Это 16-13. Команда Джиту побеждает на первой карте сегодняшнего вечера. Фух. Очень напряженно.